Приветствую, на связи Станислав Матвеев и в этом видео мы рассмотрим новый проект под названием MintLayer. Я расскажу подробно, что это за проект, почему, на мой взгляд, это очень перспективное направление и как сюда можно инвестировать и какие сейчас на данный момент есть финансовые возможности принять участие в данном проекте. Итак, данный проект представляет из себя новый слой поверх блокчейна Биткоин, который позволит вывести операции с Биткоином на совершенно другой уровень. Есть вот здесь у них свой сайт, где очень подробно расписаны все технологии, которые они используют. Можно подробно прочитать, изучить. Я сейчас не буду вам пересказывать абсолютно все, потому что очень много здесь как и технической документации и просто другой информации, которая более удобным языком, да, описана, но в том числе она вся на английском. И поэтому я подготовил небольшое описание на русском языке, чтобы вкратце изложить основные моменты по данному проекту. То есть это решение второго уровня на блокчейне Биткоин и он, этот проект MintLayer позволит создавать токены и смарт-контракты, которые будут использовать основной вот этот токен, да, криптовалюта Биткоин, которая самая первая зародилась в этом направлении блокчейна. И этот проект MintLayer позволит создавать и использовать DeFi направление с помощью Биткоина, да, то есть сейчас очень популярно, особенно вот в 2020 году, в середине 2020 года начали набирать популярность DeFi проекты, децентрализованные финансы на Эфире, да, на блокчейне Эфириума. Но на Биткоине, к сожалению, пока таких прям масштабных проектов, возможно, какие-то небольшие стартапы есть, которые не особо известны, но таких масштабных децентрализованных финансов на Биткоине сейчас пока не существует. И MintLayer, как раз, хочет создать такие решения и возглавляет данный проект Энрике Руболи, да, это бывший старший инженер в Битфайнекс, и он также возглавлял разработку такого токена, как USDT, да, стейблкоин. Возможно, вы про такое слышали, если уже хотя бы чуть-чуть пользуетесь криптовалютой. И тестовая сеть была запущена 10 ноября, и основную сеть, да, MainNet планируется запустить в первом квартале 2022 года, ближе к марту. И также в этих датах планируется запуск самого токена MintLayer, да, и публичные продажи, да, данного токена, то есть PublicSale. Основные особенности самого вот этого проекта заключаются в том, что помимо децентрализованных финансов, да, про которые уже несколько раз сказал, это сниженные комиссии и отсутствие так называемой газ-фи, да. То есть здесь не будет работы по принципу газа, как у эфира, когда эфир был не прям такой популярный, еще комиссии были относительно адекватные, да, например, год 2018. Но сейчас, когда все больше людей пришло в криптовалюту, то комиссии эфира, они на самом деле уже такие весомые, да, 20, 40, иногда 60, 80 долларов, а в пиковых моментах в этом году комиссии достигали и по несколько сотен долларов. Это, конечно, могут позволить себе далеко не все, это, наверное, небольшие проценты, когда вы оперируете депозитами в сотни тысяч и миллионами долларов, да. Но когда у вас небольшие депозиты, это, конечно, весомые комиссии. Соответственно, здесь комиссии будут очень маленькие, они будут не по принципу газ-фи, да, не как в эфире. И здесь будет гораздо большее количество транзакций проводиться, потому что будет использовано так называемый Lightning Network. Это определенный уровень вне биткоин-блокчейна, да, но который к нему привязан. И если обычный биткоин, да, количество транзакций, там, 7 транзакций в секунду, то здесь будет их гораздо больше. И также основной особенностью проекта MintLayer является то, что здесь будет больше конфиденциальность и анонимность. Если сравнить с тем же эфиром, то когда вы, например, получаете платеж от какого-то человека, да, по сети эфир, то вы можете зайти в его кошелек и посмотреть вообще все транзакции, которые он совершал, да, то есть абсолютно все. А в MintLayer такого не будет. Здесь есть разница именно в технологиях UTXO и аккаунт, да, направленных технологиях. Если вы захотите подробнее изучить, да, в чем они различаются, то я дополнительные ссылки приложу к этому видео, да, в чем различия, в чем плюсы и минусы тех или иных способов, да. Давайте вернемся. И инвестора и партнеры, это вот эти инвестора, сейчас мы их подробнее рассмотрим. Вот на этом лендинге есть список ключевых партнеров-инвесторов. Вот Alphabet, LaunchPool, 4SV, A195, MoonWale, X21, Lotus Capital и Economy. И также эта информация подтверждена у них на сайте, да, вот где-то у меня тут была статья с их блога. Вот, да, была статья с их блога. В мае этого года они подняли в Сид Раунде 5,2 миллиона долларов от вот этих фондов. Давайте посмотрим, что это за фонды, если вы не в курсе, да, MoonWale фонд, вот те проекты, куда инвестировал MoonWale, да, вот Celsius Network, например. Возможно, и другие, да, вы слышали проекты от Reswap, достаточно тоже крупный обменник, Polka Foundry. И вот здесь гораздо больше вот этих проектов, да, на стороннем сервисе, который собирает информацию. Вот BitCountry, да, например, 40 миллионов долларов подняла BitCountry. Конечно, это не только инвестиции MoonWale, но в том числе MoonWale и сюда инвестировал. Вот, например, фонд 4SV, в какие проекты инвестировал данный фонд. И вот, например, фонд A195, да, в Casper, Polkadot инвестировали, Chainlink. Ну, это я называю с тех, что он на слуху, да, Reef, например. Конечно, возможно, вам многие проекты известны, если вы уже как-то глубже в определенных направлениях крипте. X21 фонд, здесь очень много GameFind проектов у данного фонда в портфолио. Ну, в том числе и другие проекты, Launchpad и так далее. То есть некоторые фонды специализируются чисто, да, вот на блокчейн таких фундаменталах, да, вот как, например, Alphabet или A195. А некоторые фонды, у них более широкий профиль, да, вот, например, Lotus Capital, они тоже инвестировали в такие достаточно фундаментальные. То есть я показываю, как и на самом, да, сайте фонда, его портфолио. Ну, и также показываю на сторонних сервисах, куда инвестировали конкретные фонды, да, вот, например, Solano они инвестировали, в Algorand, в Harmony, да, они как и в блокчейн инвестировали, так и в Launchpad инвестировали, да, вот, например, Harmony, вот тут есть у нас Swarm. Это то, что на Коинвесте выпускались, да, вот эти проекты Algorand, например. Например, это вот мы посмотрели сейчас фонды, то есть фонды, я бы не сказал, что прям супер топовые, да, то есть это не Тир 1, но это вот Тир 2, Тир 3 фонды. Поэтому я считаю, что в этом плане здесь тоже все достаточно неплохо с фондами. Вернемся на лендинг, да, и адвайзеры здесь где-то, сейчас давайте я найду. Да, вот в разделе команда, вот, соответственно, главный инженер, да, про которого я говорил, разработчик, ведущий разработчик USDT и старший инженер биржи Bitfinex. Вот остальная команда, достаточно крупная, да, человек 25-30. И вот адвайзеры, советники, да, из фондов и других, из фондов, которые мы рассмотрели и других компаний. Также здесь есть очень большая подробная техническая документация, то есть ребята очень сильно поработали над тем, чтобы с разных сторон представить свой проект, то есть это по факту white paper, так называемый. И здесь подробно рассказано про все технические решения, которые стоят за данным проектом, в основе, да, данного проекта. Вот у них и свой кошелек будет, где вы сможете биткоин просто поменять на какой-нибудь токенизированный эфир, да, в рамках данного минплеера, да, или на любой другой токен. То есть на, по факту, минплеере можно будет выпустить токенизированный абсолютно любой токен и легко его поменять на биткоин, да, с помощью атомарных свапов, да, так называемых. Также основная сеть, я уже сказал, будет в следующем году по их планам развернута, в марте, да, когда и будет непосредственно паблик сейл, да, продажа их токена MLT. И, соответственно, можно будет в том числе стейкая 40 тысяч их токена быть уже как владельцем ноды, да, так называемой. То есть вы сможете получать комиссию за транзакции, то есть развернуть свою ноду, для этого достаточно держать 40 тысяч их токенов. И здесь очень-очень много подробной технической информации, если вы в этом разбираетесь, либо вы хотите там с кем-то проконсультироваться, то вот эту ссылочку тоже предоставьте. И что еще я хотел сказать по данному проекту, то есть этот проект, если вот так резюмировать, да, этот проект на долгосрок, да, то есть в течение 10 лет еще будут добываться монеты. То есть, а, да, вот про монеты у меня тут была подготовленная презентация, у них есть еще отдельно вот такая презентация, помимо сайта, да, и вот здесь про непосредственно сам токен и про вот распространение, да, Token Distribution. Вот на pre-seed sale было очень мало продано, да, там буквально в районе что-то 80 тысяч долларов. Вот seed round, это раунд, который я вам показывал, да, уже 5,2 миллиона долларов, который был поднят. И всего вот на это все, это заложено 400 миллионов токенов, да, и в момент выхода на public sale планируется, что будет около 40 миллионов токенов выйдет, да, то есть и ориентировочная цена там будет где-то в районе 0,25. И 200 миллионов токенов, да, то есть всего будет 600 миллионов токенов в итоге, а 200 миллионов токенов они будут добываться в течение 10 лет, да, то есть всего и того будет 600 миллионов токенов в рамках данного проекта Mint Layer. И здесь можно также посмотреть роудмап, когда, какие основные будут интегрированные и встроенные механизмы, да, в данном проекте. Здесь вот можно как раз-таки посмотреть, да, что будет с каждым годом уменьшаться награды за стейканье, да, то есть в один год это будет 100, например, MLT, в следующий год будет 75 MLT. И с каждым годом награда будет уменьшаться и в итоге будет выпущены все 200 миллионов токенов. Вот, пожалуй, и все по основной информации по данному проекту. Я считаю, что проект очень перспективный, хорошая команда за ним стоит, очень подробно описано. Я общался с командой, в том числе и с поддержкой в Telegram канале, сейчас его покажу. Ну, вот Telegram канал данного проекта, тут я задавал вопросы, уточнял некоторые технические моменты, общался с поддержкой. Здесь регулярно отвечают на вопросы, как и комьюнити менеджер, да, скидывает информацию, очень приятно ведет беседу. Мне это очень понравилось, потому что, на мой взгляд, сообщество в криптовалютных проектах это очень важно, да. Пожалуй, это, наверное, номер один, потому что, если нету комьюнити, сообщества вокруг проекта, то, соответственно, о проекте мало кто узнает в перспективе, да. И, соответственно, покупать их токен мало тоже кто будет. Это если смотреть с точки зрения инвестиций, да, в том числе в проект. И когда я задавал здесь сложные технические вопросы, то мое сообщение передавали разработчикам, и они вот прям такую простыню выкатывали, то есть очень подробно отвечали на вопросы. Это мне тоже очень понравилось. Поэтому, если вы хотите следить за проектом, то обязательно подпишитесь, вот у них есть и телеграм-канал, и есть также чат, куда можно задать свои вопросы. И сейчас будет еще дополнительная информация, я это вот как отдельный блок дальше добавлю. А так, в основном, это у меня все. В любом случае, чтобы принимать решение, как-то вкладываться, инвестировать в проект, поднимать ноды или инвестировать в токены, это вам, да, принимать решение окончательное. Я для себя вижу перспективы в этом проекте, но в любом случае нужно понимать, что это риски. И в криптовалюте очень много проектов, которые вышли, но также много проектов, которые и не вышли. Вот, поэтому внимательно изучайте, да, делайте исследования самостоятельно. Ну, а я вижу в этом перспективы, но, скорее всего, это более долгосрочные перспективы, но здесь могут быть очень-очень хорошие иксы, потому что это фундаментал, да. То есть, это не просто какая-то небольшая игрушка разовая, да, там, карточная, как на ваксе, а это серьезный такой фундаментал. Поэтому принимайте решение осознанно, изучайте самостоятельно, если позволяют вам время способности, да, и делайте самостоятельные исследования и свои выводы. Также сейчас у проекта есть возможность получить некий вариант airdrop, то есть бесплатно получить токены данного проекта, просто зарегистрировавшись на сайте. И также будет возможность принять участие в предпродаже токенов, но там, конечно, будет достаточно ограниченная возможность, да, то есть не так, как многие будут продаваться. Ну, и вообще, я сейчас больше не про продажу, а про возможность бесплатного получения токена, да, если вы захотите там, примите решение и платно участвовать, это уже ваше дело. То есть для этого вы перейдите, пожалуйста, по ссылке, которую вы увидите здесь где-то рядом с видео, либо под видео в описании. И это будет моя персональная ссылка, то есть если вы по ней перейдете, то у вас будет возможность получить 10 токенов бесплатно, да. То есть когда-то вы попадете в свой личный кабинет, у вас тут будет шкала прогресса, и вам нужно будет в идеале, чтобы она дошла до 100%. Как это сделать? Нужно просто следовать инструкции. Я написал очень подробную инструкцию, она есть в том числе в моем телеграм-канале. Если вы на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Канал называется «Алхимия инвестиций». И здесь от 2 декабря я выкладывала пост, в котором есть очень подробная инструкция. Я прям детально ее написал, проверив там на нескольких людях, так, чтобы она точно работала. Вот по ней вам нужно пройтись, и вы получите абсолютно бесплатно 50 токенов данного проекта. Для этого вам нужно будет зарегистрироваться именно по моей ссылке. Если вы не по ней будете регистрироваться, то токенов вы получите меньше. И представьте, что на паблик сейде планируется, что токен будет выходить по цене 0.25 центов. И представьте, что если это будет даже 4 икса, то токен будет стоить 1 доллар. И я думаю, это будет приятная возможность, если вы получите сейчас, например, 50 долларов в токенах данного проекта, в будущих. Абсолютно бесплатно. Это займет у вас где-то 5 минут времени. В любом случае, не хотите, не заполняйте. Я просто предложил вам использовать данную возможность. И, в принципе, по проекту у меня на данный момент все. В любом случае, если вы вдруг захотите инвестировать в данный проект, вкладывать свои деньги туда, то делайте исследование проекта самостоятельно. Я не даю никаких финансовых рекомендаций. Я делюсь тем, что я нашел сам, считаю сам перспективным и там, где я сам буду участвовать. Ну, а на этом у меня все. С вами был я, Станислав Матвеев. И до следующих встреч. Продолжение следует...